приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня с вами в этом видео поговорим о народных приметах на 22 декабря поговорим о празднике которые отмечают в этот день также какой иконе сегодня обязательно нужно уделить внимание а также кого обязательно нужно поздравить друзья далее все более подробно в этом видео итак друзья по народному календарю сегодня отмечают анну зимнюю или по-другому называли этот день как она темная а вот согласно церковному календарю в эту дату вспоминают святую анну мать при святой марии народе же отмечают а ну холодную или темную поскольку сегодня был самый короткий световой день который отличался сильными морозами и в церкви сегодня отмечают именно зачатие святой анной богородицы она и ее супруг долго не могли зачать ребенка они часто обращались к богу за помощью однако они старели а ребенка все не было когда они уже не знали что и делать произошло чудо прилетел ангел и сообщил радостную весть о том что скоро у анны и у акима будет ребенок будущие родители пообещали за этот дар что посвятят ребенка господу так и родилась мария поэтому христиане считают что именно в этот день произошло непорочное зачатие девы мария которая родилась ровно через девять месяцев после этого 21 сентября также в этот день женщины молились праведной а не об избавлении от бесплодия беременным женщинам следует поститься и не заниматься каким-либо трудом еще 22 декабря совершается празднование чудотворной иконе божьей матери нечаянная радость под влиянием рассказа о чудесном видении грешника возникла иконография этого образа святитель дмитрий ростовский в сочинении руна орошенная рассказывает о человеке который ежедневно молился перед иконой богородицы с младенцем а после шел совершать плохие дела однажды во время молитвы образ богородицы с сыном ожил и мужчина увидел на руках и ногах бога младенца кровоточащие раны он спросил у марии а что же случилось с детем ее на что она ответила что своими поступками он вновь и вновь распинает иисуса христа на кресте мощи мужчина попросил богоматери помиловать его и помолиться иисусу чтобы тот его простил однако иисус дважды отклонил просьбы мария тогда она сказала что вместе с грешником будет лежать у ног христа до тех пор пока он не простит его грехи на этот раз иисус христос согласился но приказал мужчине лобызать язвы на теле бога младенца после этого как грешник это сделал он пришел в чувство это видение навсегда изменила жизнь мужчины и больше он не грешил день 22 декабря в народе считался временем зарождения нового солнца молодого и еще не окрепшего и 21 и 22 декабря это день зимнего солнцеворота по старому стилю самый короткий световой день в году на руси приметили что теперь солнце на лето а зима на мороз старину московском кремле звонарный староста бил челом и докладывал царю что отсели возврат солнцу зимы на лето день прибывает а ночь умаляется вы знаете день зимнего солнцестояния это один из древнейших славянских праздников люди отмечали завершение старого солнечного цикла и начала нового вселенная по поверьям наших предков 21 и 22 декабря перерождается угасающая сила вновь пробуждается и обновляется в древности к слову люди помогали богам зажигая свечи и костры подражая перерождению солнца селяне гасили пламя в дом в домах из-за заново его добывали поэтому считалось что огню зимнего солнцеворота нужно завершить все важные незаконченные дела отпустить обиды страхи оставить в прошлом проблемы можно смело планировать новое вести жизнь к трансформации загадывать вселенной желания ваша мечта если она никому не несет вреда непременно сбудется по народным поверьям открываются сегодня ворота судьбы уходит старое солнце его можно попросить забрать с собой отжившие проблемы старые какие-то проекты болезни усталость и неудачи а чтобы она поскорее набиралась сил проводили специальный ритуал разводили костер из дубовых дров а после угли поливали сладким компотом и посыпали обязательно хлебными крошками после полученную массу подкладывали под корни деревьев чтобы они тянулись к солнцу и быстрее росли святую анну считали покровительницей беременных поэтому весь сегодняшний день они находились под особым вниманием ведь женщина носящая под сердцем ребенка считалось очень опасной так как у нее по мнению наших предков был в этот период две души поэтому беременным многое запрещалось им было нельзя выходить из дома после захода солнца посещать места концентрации темных сил мельницы например строящийся дом нельзя было беременными сидеть на пороге переступать через острые предметы есть жирную пищу а также выполнять какую-то важную работу люди верили что все действия будущей матери могли негативно отразиться на малыше так если она будет раздуву раздувать в печке огонь то ребенка появится на теле красная отметина а если возьмется за шитье и нитки запутаются тогда плод может поповиной обвиться встретиться с коллегой ух крохи будут увечье в присутствии беременных 22 декабря не кричали чтобы не испугать ребенка запрещалось давать будущей матери и сросшиеся или двойные плоды и считалось что тогда у нее может родиться близнецы по народным поверьям это было очень плохо у них будет одна судьба на двоих на ну темную без большой надобности из избы не выходили поскольку хищные звери сегодня были особенно активны они собираясь в стаи могут напасть на человека также день анны холодной у крестьян считается праздником пчеловодов по утру они должны были обязательно прочитать магические слова на пчел чтобы пчелки в следующем году принесли много меда 22 декабря когда по народному календарю отмечается день анны зимней или анны темной холодной наши предки строго соблюдали все запрещающие народные приметы и запреты напоминающие что нельзя и что можно делать в эту дату поскольку 22 декабря чтили память святой анны матери при святой марии которые считали покровительницей беременных то и многие запрещающие приметы этого дня относились исключительно будущем так день анны зимние беременным нельзя было есть жирные продукты иначе по народным приметам ребенок будет очень крупным что чревато тяжелыми родами не стоит будущим мамам 22 декабря разжигать огонь зажигать свечи брать в руки спички и зажигалки иначе останется отметина малыша виде большого родимого пятна на видном месте нельзя беременным день анны холодной и рукодельничать шить вязать вышивать поскольку запутавшиеся нитки могут запутать и пуповину которая петлями обовьется вокруг шеи или тела будущего ребенка 22 декабря женщинам на сносях нельзя встречаться с больными и калеками по народной примете они могут передать свои болезни и уродства новорожденному и самая важная примета для беременных в день анны зимней связана с перешагиванием через острые предметы существует в народе поверье что женщина которая нарушит этот запрет может в родах умереть нельзя было 22 декабря стирать и убирать этот запрет касается всех кто не прислушивается к народной примете весь последующий год проведет в тяжелом домашнем труде по которому не будет конца и края не рекомендуется в день анны темной есть но так как сегодня он может вызвать сильную аллергию даже у тех у кого ранее и и не было особенно важно что не только в чистом виде может навредить этот продукт но и в качестве дополнения к блюдам к чаям или к лекарствам поэтому 22 декабря следует отказаться не только от чистого меда но и от медовых пряников и в том числе от торта медовик от леденцов с медом день анны зимней девушкам нельзя было ходить с распущенными волосами иначе может залететь в них нечисть и забрать девичье счастье поэтому самого утра волосы нужно заплести в косу обладатель низом коротких стрижек рекомендуется воспользоваться заколками и ободками а также любыми средствами которые будут фиксировать волосы 22 декабря супругом которые еще не прожили вместе семь лет нельзя приглашать вечером гостей этот день им нужно провести только вдвоем тогда никто и ничто не сможет помешать их семейному счастью тех же кто проигнорирует данный запрет будут ждать ссоры взаимные претензии и упреки а также конфликты и разочарование в со второй половинкой но а если вам посчастливилось появится на свет именно 22 декабря то непременно обзаведитесь амулетом из махового агата или малахита эти камни способны приумножить жизненную энергию помочь найти выход из самых сложных ситуаций избавиться от хронических болезней и улучшить общий метаболизм организма друзья вот такой у нас с вами день 22 декабря по народным приметам и церковному календарю с вами как всегда друзья был канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал за наставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии друзья прямо сейчас на экране видите два прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео